На весеннюю уборку города выходят мобильные бригады. Их стало больше, к примеру, почти в два раза в Октябрьском районе. И все же администрация настоятельно просит сотрудников управляющих компаний и предприятий тоже выйти на генеральную уборку. Мы постарались раскрепить поквартально всю территорию района за руководителями отделов администрации. Это делается в первую очередь по отраслевому признаку. То есть отдел, например, потребительского рынка больше курирует работу торговых сетей, магазинов, павильонов. Визуально уже сейчас в парках, скверах и у магистралей стало чище. Из видов работ делается сейчас сбор мусора. То есть крупный мусор, который вытаил за зиму, он, значит, собирается, вывозится. Делается уборка грязи и песка с дорог и тротуаров. Это вот основные виды работ. Ну а на субботнике будет уже, так сказать, наводиться лоск, будут убираться газоны под грабельки, убираться прошлогодние листва и мелкий мусор. Сотрудница горзеленхоза Зинаида Иванова очень надеется, что предстоящий субботник не только уменьшит нагрузку их женской бригады, но и в лучшую сторону изменит сознание горожан. Если они уберут сами своим трудом, мне кажется, уже будет меньше мусора в городе. Люди так не будут бросать, я надеюсь. Пока же, как отмечает бригадир накопившегося зимой мусора, с избытком. Работы много, потому что город грязный, но уже старается более-менее преобразиться, чтобы быть чистым, красивым, подойти к 1 мая, особенно 9 мая, такие праздники знаковые. Главная задача сейчас – уборка дворов. И в этом большие надежды именно на субботник. Планы благодаря теплой погоде вполне осуществимые. Привлечь на субботник около 90 тысяч человек, вывезти мусора. План стоит порядка 10 тысяч кубометров. Моя оценка, если мы даже выведем процентов 50, 60, 23 числа, выйдут жилищники на уборку своих территорий. Я считаю, что город значительно преобразится. Нет сомнений, что коммунальные службы справятся с мусором. Однако без общегородского субботника, без активных горожан, чистоту в большом мегаполисе навести будет сложно. Александр Попов, Денис Савинский, Новосибирские новости.